В храме Воскресенье Славущего, что в Даниловской Слободе, сегодня проходит творческий вечер Людмилы Владимировны Кашута. Людмила Владимировна – исполнительница песен в таком прекрасном, но в исчезающем жанре – романс. В небе сумерки укасли, Дремлют памятень отбросив, Уложил младенца в ясли. Музыкант «Поэтический вечер» носил говорящее название «И душа с душою говорит». Людмила Кашута – автор и исполнитель песен на стихи русских поэтов. Проникновенным исполнением и музыкой она буквально вдохнула жизнь и тепло человеческой души в монументальные произведения классиков. Вот эти песни, они все связаны с какими-то этапами моей жизни, с какими-то встречами. Когда ты видишь и понимаешь то, что ты чувствуешь, ты не можешь сам выразить, а тебе помогают выразить стихи. Когда Людмила Владимировна начинает петь, в зале не слышно ни звука, у многих блестят слезы на глазах. Вот она, великая сила искусства. Не правда ли странное дело? Вдруг жизнь оседает, как прах, Как снег на смоленских дорогах, Как песок в райиских степях. Людмила Владимировна родилась под озаренным северным сиянием небом Карелии. Закончила Московский институт культуры по специальности режиссер театра. В данный момент актриса и педагог театра «Оранжевое небо». В завершении творческого вечера настоятель храма протеере Игорь Кимчук от имени всего прихода сердечно поблагодарил Людмилу Владимировну за прекрасное исполнение и возможность прикоснуться к высокому искусству. Потрясающий концерт. Была такая атмосфера духовная. К сожалению, сейчас в наше время не так часто встретишь исполнителей таких вот духовных песен. Конечно, надо отдать должное самой исполнительнице, как она проникновенно исполнила вот эти вот стихи, как она пережила каждую букву. И она сумела это передать. И даже там иногда слезы фактически на глаза навертывались. Постоку-поскоку было, ну, как-то вот все очень по-настоящему. Концерт, который сейчас прошел, был просто прекрасным. Хочется сказать, что музыка проникает в сердца и в души. Творите добро. Мы надеемся, что эта встреча была не последняя. И надеемся, что к нам будут приходить и другие интересные люди. Рассказывать нам о своем духовном опыте, о своем творческом опыте. И таким образом обогащать духовно наших прихожан. Помогать нам созидать ту самую общину. Достаньте с полки пыльный есенинский сборник. Думайте о вечном. Творите добро. Тыся Филипповый Роман Рыбкин. Добро ТВ.